МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. ЧП в Цивильске. Перевернулась фура, перевозившая соляную кислоту. 50 страниц истории. Издательско-полиграфический комплекс Чуваши отмечает полувековой юбилей. Добрая память. В Чебоксарах открылась мемориальная доска в честь Ильи Павловича Прокопьева. В Цивильске произошло ЧП. 23-тонная фура, перевозившая с новочебоксарского химпрома в Самару соляную кислоту, опрокинулась на бок. Из горловины идет протечка небольшая данной кислоты. Специалисты все туда выехали. Роспотребнадзора, оперативная группа главного управления ГКЧЧ Республики, ГИББД, МВД, сама администрация и представители химпрома. Работы ведутся сейчас, чтобы данное транспортное средство поставить на колеса. Сейчас выезжает туда кран, потонник, и далее уже отбуксировать безопасное место. Специалисты химпрома готовы сейчас дальше откачать всю кислоту из данной цистерны и перевезти к себе на базу. О случившем сразу доложено на голове Человодской республики Михаила Васильевича Игнатьева, который дал поручение, соответственно, всем службам, профильным министерствам данный вопрос отработать от начала до конца в кратчайшие сроки. Уровень опасности для местного населения сейчас определяют специалисты Роспотребнадзора. Рекомендована эвакуация близлежащих жилого дома, откуда люди эвакуированы. Дано поручение лаборатории для проведения исследований воздуха, как раз на поры соляной кислоты, и будет определяться степень вреда. Будет определяться исследование проводиться в нескольких точках, и при наличии угрозы будут даны рекомендации. Ну а жителям города Цивильска рекомендую все-таки на время, пока окна закрыть, в целях предупреждения отравления от парами соляной кислоты. На трассе сейчас многокилометровая пробка. Дорожники организовали объезд через Марпасадский район, а также по трассе Чебоксара-Сурская. Ориентировочно к 8 часам все последствия будут ликвидированы. На данный момент непосредственно сама фура была поставлена на колеса, поднята к 6 часам вечера, к 18 часам. И как только что нам стало известно, на данный момент автоцистерна отбуксирована в безопасное место. Движение открыто. О развитии конкуренции в Чувашии говорили сегодня глава республики Михаил Игнатьев и заместитель руководителя федеральной антимонопольной службы страны Даниил Фисюк. Президент перед нами, перед вами поставил задачу, чтобы конкурентную среду только улучшали. И ваш пресс как раз даст дополнительные стимулы для того, чтобы с одной стороны задачи, органы власти, но с другой стороны у вас опыт большой, тем самым скажете в сравнении с субъектами лучшие практики. Не одно дело показатели, а другое дело состояние среды в целом. Естественно, это не может быть заботой только одного региона, поэтому первое, с чем я приехал, это с таким желанием еще раз подтвердить намерение работать в этом направлении вместе. То есть именно федеральный уровень совместно с региональным. В направлении развития конкуренции Даниил Фисюк курирует семь субъектов страны, включая Чувашию. Он отметил, что в нашем регионе конкуренция в бизнес-среде находится на высоком уровне. Даниил Фисюк принял участие в заседании Совета по улучшению инвестиционного климата республики. Обсуждали вопросы реализации национального плана развития конкуренции. Меры, предусмотренные планом обеспечения присутствия не менее трех игроков на всех рынках, кроме естественных монополий, один из которых должен относиться к частному бизнесу. Кроме того, к 2020 году доля госзакупок у малых и средних предприятий должна увеличиться в два раза, а количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны госорганов в два раза сократится. Это позволит увести с рынка неэффективные государственные муниципальные предприятия, стимулировать дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, повысить качество госуслуг. Успешно решить поставленные задачи можно, только объединив усилия правительства и региональной федеральной антимонопольной службы. Принципиально, я считаю, это уход от диспозиции, когда есть антимонопольная служба, которая всем завязывала в зубах, значит, на последнем рубеже постоянно вмешивается, постоянно мешается, значит, и рассказывает о том, что все было на самом деле неправильно сделано. Президент Российской Федерации ориентирует все государственные органы, всех уровней, всех ветвей власти работать в одном направлении и считать своим собственным приоритетом активное содействие развитию конкуренции. Даниил Фитюк отметил, в Чувашии существующий стандарт создания конкурентной среды выполнен на 100%. Глава республики, в свою очередь, поблагодарил предпринимательское сообщество за сотрудничество и формирование актуальной повестки. Своевременное обсуждение проблемных вопросов позволяет максимально эффективно находить пути их решения. Сегодня прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры Чувашии. Прежде чем приступить к отчетам и подведению итогов правоохранителей поздравили с 96-летием со дня образования прокуратуры Чувашии. Между тем, убийств, тяжких и особо тяжких преступлений в республике стало меньше. Выявляемость коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 30%. Пресечено 229 деяний коррупционной направленности. Глава Чувашии отметил те направления, в которых еще предстоит большая совместная работа. Остановлюсь на ряде вопросов, которые требуют нашего повышенного внимания. Это борьба с неформальной занятостью, соответственно, выплата зарплаты в конвертах, бескомпромиссная борьба с нептортельщиками за поставленные энергоресурсы. Эти проблемы возможно искоренить только при межведомственном взаимодействии, подчеркнул глава Чувашии. Именно благодаря слаженной работе прокуратуры, других правоохранительных органов и властей региона в этом году удалось снизить долги по зарплате. Ситуация непростая, но положительная динамика есть. Реально восстановлены права работников целого ряда предприятий и организаций республики. А на пяти предприятиях в банкротах, сохранявшееся длительное время по причинам проведения различного рода конкурсных и иных процедур, задолженность по заработной плате полностью погашена на общую сумму 25 миллионов рублей. Это тоже заслуга здесь присутствующих прокуроров и всех, кто помогал работать в этом направлении. За год общий размер задолженности по заработной плате у Чувашской республики удалось снизить с 99 миллионов рублей до 68 с половиной миллионов рублей. Вместе с тем, эта сумма, опять же, недопустимо большая для республики. Люди должны получить деньги, которые они заработали честным трудом. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Сегодня 27 июля. И только с начала этого месяца на дорогах республики погибли четыре ребенка. Впереди еще более опасный период – последний месяц лета, когда дети будут возвращаться из загородных лагерей деревень. Сотрудники ГИБДД бьют тревогу. Эти жуткие кадры показали даже федеральные телеканалы страны. Ужасный исход. Увы, достаточно типичной ситуации. Ребенок катался на велосипеде во дворе один. Конечно, водитель превысил скорость, однако и семилетний ребенок не должен был кататься по внутридворовому проезду, прокомментировал начальник управления ГИБДД МВД Пучеварской Республики Владимир Романов. С начала этого месяца с участием детей произошло 26 ДТП. Четыре погибли, более 30 получили травмы. Основная причина по-прежнему – недосмотр родителей. И касается это не только ЧП на дороге. 9 мая в День Победы, когда бабушка отпустила внучку гулять, сама, значит, смотрела по телевизору Парад Победы. Девочка утонула в пруду. Последний случай в Новочебоксарске, когда ребята пошли, не предупредив маму, купаться. Семь детей не сядут осенью за парты, потому что утонули. Двое никогда не пойдут в школу, потому что погибли при падении из окна. Еще 23-м предстоит длительное восстановление. У специалистов только одна рекомендация для родителей. Будьте внимательнее к своим детям. На доме номер 26 по улице Ленинградской в Чебоксарах появилась мемориальная доска. Имя, увековеченное на ней, хорошо известно не только горожанам, но и всем жителям Чувашии. Илья Павлович Прокопьев возглавлял республику 14 лет. И эти годы были очень значимыми для экономики, социальной и культурной сферы. Илья Павлович Прокопьев, почетный гражданин города Чебоксары, кавалер орденов и медалей за заслуги перед Чувашией, обладатель множества благодарностей и почетных грамот. Эти звания и награды достались ему за то, что всю жизнь он служил людям. В юности Илья Павлович собирался стать учителем, даже окончил педучилище, но практически сразу же ушел на фронт. Служил на Дальнем Востоке аж до 1950 года, а когда вернулся на родину, познакомился с тогдашним руководителем республики Семеном Ислюковым. Его всю жизнь называл своим учителем, а самого Илью Павловича Прокопьева считают таковым не одно поколение управленцем. И свою команду тоже настраивал на то, чтобы делать с чистыми помыслами и с честью любое дело. Илья Павлович руководил республикой с 1974 по 1988 годы, и это было время глобальных перемен. Бурно развивалось жилищное строительство и промышленность. Благодаря его организаторскому таланту в Чебоксарах возвели гидроэлектростанцию, тракторный завод, клинику микрохирургии глаза. Его кристальная честность, это требовательность, это дружелюбие, это любовь, именно любовь к людям, которую он нес на протяжении всей жизни, конечно, мы ощущали и дома, несмотря на то, что мы видели, конечно, редкие минуты. На заслуженном отдыхе бывший секретарь обкома КПСС продолжал вести активную научную и общественную деятельность. В историю Чуваша его имя навечно вписано золотыми буквами. Елена Гальперина, Мальвина Петрова, Борис Андреев. Республика. Всегда есть к чему стремиться. Издательско-полиграфический комплекс Чуваши отмечает полувековой юбилей. Сегодня это ведущее полиграфическое предприятие в республике, оснащенное современным оборудованием. На праздничное мероприятие, посвященное 50-летию комплекса, собрались работники, их коллеги, друзья и официальные лица. Издательско-полиграфический комплекс Чуваши сегодня полноцветная печать более ста центральных республиканских городских и районных газет. Разовый тираж доходит до 700 тысяч экземпляров. Помимо заказов от печатных СМИ, здесь выпускают книги, различные рекламные материалы. Все на современном оборудовании, оперативно и красочно. Любой продукт, любой товар, он должен быть привлекательным для заказчика, для читателя. И вы, как полиграфисты, с учетом тех заказов, которые на самом деле оформляются уже на современном уровне, современным дизайном, зная психологию потребителя на потребительском рынке, и практически найдется всегда тот потребитель, который захочет почитать ваши качественно подготовленные товары. А началось все с 1933 года, когда было образовано Чувашское областное отделение издательства. Долгие годы газетно-журнальная редакция не имела собственной полиграфической базы, и только 23 июля 1968 года было создано издательство обкома КПСС про образ современной эпоха Чувашия. Сложившийся коллектив, пожалуй, одно из самых больших достижений комплекса. Машинисты, переплетчики, дизайнеры и печатники. В компании сегодня работает более 50 профессионалов своего дела. Я устроился на работу 1981 года, 31 августа, учеником КПСС, помощником, учеником печальника. И вот, эта работа мне понравилась, я ее любил, любил читать книгу, и сейчас же люблю читать. И вот, на пенсии вышел в апрель месяце, ну, я продолжаю еще работать, пока здоровье есть. Последнее приобретение комплекса – поточная книжная линия «Колбус-2000». Машина позволяет резко повысить качество, объемы и производительность выпуска книг в твердых переплетах. Сегодня есть потребность в современных автоматических ниткошвейных станках. Поставлена амбициозная цель – выйти на объем отгружаемой продукции в 240 миллионов рублей. Рифат Фаткулин, Алина Сусметова, Александр Петров, Республика. Правительство Республики распределило средства из федерального и республиканского бюджетов, предусмотренные на подготовку и проведение столетия образования Чувашской автономной области. В плане работ – ремонт 34 культурно-досуговых учреждений и реставрация 21 объекта культурного наследия в муниципальных образованиях Чувашии. Всего за три года на ремонт и реставрацию в рамках юбилейных мероприятий планируется направить почти 490 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – 340, из республиканского – 142, из местного бюджета более 4 миллионов рублей. Авторские модели и традиционная одежда. В Чувашском национальном музее на выставке «Роспись иглой» прошла презентация специального проекта от Игоря Додиани. Национальные традиции в современном костюме. Проект знаменитого кутюрье. Одежда от Игоря Додиани дополнила уникальные экспонаты из коллекции Русского этнографического музея Санкт-Петербурга. Я горжусь тем, что имею возможность сегодня показать то, чем мы сами горзимся. Это национальные традиции, которые сегодня представлены с музеев, центральных российских музеев-сокровищниц. Это Эрмитаж, это этнографический музей. Ну и, конечно, мои попытки имитировать эту роскошь, дошедшую до сегодняшнего дня. Здесь представлены многие платья с наших больших коллекций. Это гладь, это золотое шитье. Это все то, чем, наверное, мы все сегодня горзимся. Это наше невероятное наследие. Сам маэстро называет эти платья одеждой для победительниц. Игорь Додиани привык преодолевать трудности, которые ему подкидывала жизнь. И уверен, что любое неприятное событие должно заканчиваться грандиозным хэппи-эндом. Невозможно выделить что-то одно более дорогое или менее дорогое. Бывает очень легкая, прозрачная вещь, но она навеяна какими-то своими чувствами, ощущениями. А вообще все платья, все коллекции, всех платьев – это платья для женщин-победительниц. Знаете, некий в творчестве и в жизни хэппи-энд. Очень много бархата, очень много ярких оттенков, всего жизни радостного. Я люблю победу. Этот проект – своеобразный диалог времени, где встретились прошлое с настоящим. Народные элементы украшают стильные современные платья и костюмы. Известный кутюрье часто использует в своих работах различные техники традиционной вышивки с особой любовью – шитье, металлическими нитями и бисером. Игорь в своем творчестве, так же, как и мастерицы используют, учатся, наверное, у них, да, используют вышивку, вышивку золотную, золотой нитью, золотное шитье, используют чувашскую вышивку. И вот в этой части он даже открылся совершенно с другой стороны. Блеск и яркость некоторых моделей. И в то же время есть модели, которые абсолютно полностью сделаны в традициях и с использованием техники чувашской вышивки. Это и гладь, это и счетная вышивка, это и мережка с перевитью. В коллекции маэстро есть изделия с уникальной чувашской вышивкой. Впервые на выставке представлен костюм императрицы, сшитый для фильма «Гардемарины-4», который выйдет в прокат весной 2019 года. Катьяна Трофимова, Алена Алексеева, Валерий Резюков, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Всего доброго и хороших выходных.